Уважаемые подписчики, друзья, случайный зритель, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк, все о монетах. Вы знаете, многие мои знакомые и друзья часто спрашивают о том, сколько стоит та или иная монета. Частенько задают вопросы о монетах времен СССР. Это и понятно, практически в каждой семье остались те самые советские экземпляры, и некоторые из них могут стоить денег. А вообще-то нужно отдать должное тому, что большая часть советских монет годится лишь для краеведческих музеев. Ввиду того, что тиражи в свое время были огромные, да и как говорилось уже ранее, монет у населения осталось прилично. И большая часть их практически ничего не стоит. Итак, друзья, все монеты СССР делятся на регулярную ходячку и на юбилейные экземпляры. Денег могут стоить не все, а только редкие разновидности, браки и всеразличные перепутки. Многие коллекционеры для того, чтобы понять редкость той или иной монеты, пользуются специальными каталогами по разновидности. Друзья, я рекомендую вам Федорина и Тележинского. По бракам лучше интересоваться у коллег на форумах. А по определению редких годовых экземпляров, хватит и таганского ценника. Стоимость, может, монет в нем указана приблизительно. Но этого хватит понять, редкая у вас монета, нечастая или самая обыкновенная. Повторюсь, таганский ценник, да и вообще любой другой, это своего рода ориентир, но никак не истина в последней инстанции. Что же касается юбилейных монет Советского Союза, на мой взгляд, они гораздо интереснее. Ведь их чеканили в обычном качестве и в коллекционном пруфе. Давайте рассмотрим один типичный рубль 80-х годов. На ваших экранах рубль сломоносовый. Но вы помните такую монету, или она у вас была когда-то, или есть сейчас. Стоит такая монета недорого. Всего рублей 300. Да, их еще чеканили в пруфе, который стоит по 1200 рублей. Стародел. И где-то по 800 рублей новоделы. Но есть среди новоделов настоящая редкость. Когда чеканили новодел, то на монетном дворе перепутали чеканочные штемпеля Аверса. Некоторые экземпляры были отчеканены лицевым штемпелем предыдущих годов. Обычная монета сломоносовым несет на Аверсе 1986 год. Заметьте, очень редкая ошибка 1984. Вы только подумайте. За редкую монету с ошибкой коллекционеры заплатят около 400 тысяч рублей. Вот уж поистине настоящий раритет времен Советского Союза. Не правда ли? Дорогие друзья, если вам понравился этот обзор, я прошу поддержать мой проект лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все в монетах. Всего доброго, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова